МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программы новинный регион. У студии Екатерина Градницкая. Витаю вас и сегодня в выпуску. Глядите. Поплывали не только на график посадки Агороднины. Из-за холодов змянили и график отключения горячей воды. Выучать историю родного города в громадском транспорте и текава, и зручна. Незвычайный проект до 750-го дня Могилёва. Такого не бачила навод столица. Незвычайный, видовищный и самый долгий фейерверк у Могилёвия до дня народжения. Про это и иншая подроби. Все лета больше за 6 тысяч студентов в области с долей тулатковаться на працу подчас летних каникул. Урочистое открытие областного працованного семестра 2016 пройшло на мемориальном комплексе «Курган безмяродности» в Кличове. Чому студотрадовские путевки уручались, минавито тут подроби в наступном материале. Сельгаз работы, доброупорядкование, работа в медицинских и экологических отрадах. Студентов Могилёвщины чекают и на великих будовлях. Например, все лето працовный десант снова наведает Островецкую АЭС. Традиционная география працевладкования студотрадов не обмежевывается Республикой Беларусь. В этом году уже у нас находится на подписании договор тоже с Краснодарским краем Российской Федерации. Могилёвводстрой, насколько мне известно, планирует также строить в Республике Коми. Там студенты БГСХ будут. Ну и, конечно же, Островецкая атомная летостранца. Ну и у нас мы продолжаем работу на наших объектах, которые были и в прошлом году на молодежных стройках объявлены, заложены. Работу там мы продолжаем и надеемся, что достойно её выполним. Летость на Могилёвшине была устворена больше за семь сотен студотрадов. Для многих студентов операционный семестр – добрая мощность, завести новые знаёмства и поспробовать себе у новой справе. Можно отлично просто провести время, найти хороших людей, встретить очень хороших людей, потому что мне кажется, что летом нужно работать. Это всё-таки какой-то стимул, помощь родителям. Это всегда очень здорово, когда ты можешь сама себя собрать в колледж, либо в школу. Это всегда очень классно. Каждый год мы были строительным отрядом, один год были сельскохозяйственным. В этом году мы с нашими ребятами решили попробовать себя в волонтёрском движении. Думаю, что в этот раз мы вольёмся в движение «Доброе сердце» и в нашем славном городе Бобруйске поработаем именно на безвозмездной основе. Открытие операционного семестра Невоподкова произошло миновито у Кличеви. Райцентр рыхтуется до проведения областного свята «Дожинки-2017». Удельники студотрадов вырешили один день безвыплатно попарцевать на объектах доброго парадкования города. Это при том, что на постоянной основе у Кличеви будут працовать два студентских отрады. Павел Савицкий, Александр Артемьев, Новины региона. С 25 мая в Могилёве распочинается сезон отключения гаражей воды. Специалисты предприемства «Могилёв Энерго» удокладняют. Затвержены новый график гидроалличных испытыв и профилактических работ на тепловых сетках. Сгодно с графиком, перши меня зручности отчуют на сябеже хары микрорайона у рабочий поселок Ямницкий, Мир-1, Мир-2, Спадорожник, Казимировка, в улице Мянжинского, Чалюскенцев, Будовников и Космонавтов. Тут гаражая вода будет отсутничать с 25 мая до 7 червеня. Наступное отключение пройдется на Задняпрое, в улице Симонова, Кутепова, Габровскую, Островского, проспекты Пушкинский, Шмидта, Димитрова, Витебске. Тут гаражей воды не будет с 5 до 18 липеня. С 27 липеня до 8 жнивня гаражую воду планують отключить у центры. Это улицы Ленинская, Пионерская, Першамайская, Проспект Миру до областного центру творчасти. Микрорайон юбилейный в улице Грышиной 30 год перамоги до прав лицея номер один. И опошнями отключение гаражей воды закрануть в улицы Жамчужную, Каштановую, Турова, Крыулина, Кулибина, Крупской, 30 год перамоги. От прав лицея номер один до дома номер 40. Тут гаражей воды не будет с 16 по 29 жнивня. До речи, как поведомляют специалисты, при возникнении аварийных ситуаций, порыва у трубопроводу, проседание проезжей части и выходу воды на поверхню земли, одразу телефонуйте по номеру в Могилеве 27 65 57, 28 12 48. Как поширить использование белорусской мовы в установках огольной средней адукации? Над этим вопросом разважали участники республиканского семинара, который прошел в Могилеве. Своими думками на этот конд с педагогами Беларуси делился главный специалист управления Министерства адукации Ирина Булавкина. У фойе областного института развития адукации на працовки педагогов Могилевщины. Доследшие работы – науково-методичный материал по предметах белорусская мова и белорусская литература. Такие доследования важные отзначила Ирина Булавкина, а после они становятся подставой для школьных подручников и методичной литературы. Только летость у Беларуси было подрыхтовано и выдадено на белорусской мове 45 наименям подручников и вучебных допоможников. Их тираж склау больше за полтора миллиона экземпляров. Зараз у навучальных установах Беларуси колькась годин на выучение белорусской и русской мов поступово взравновывается. Что до адукации на га процессу, навучание народной мове у Беларуси обрали 13% ученев. Гісторы на колах. У Могилёве реализуется проект, присвященный 750-ю годзю города. Звездки про минуле старожитного Могилёва гучаться в салонах автобусов и троллейбусов. Идея належит гарвыконкаму и ее выполнение Музея истории Могилёва. Могилёв Абл Аутотрансу и Рады Могилёв. Ци ведаете вы что? З гады слов починается кожный гисторичный ролик. Аудоефакты про минуле Могилёва подрихтовал Музей истории города. Одны из них широковядомые, другие стали саправдным гисторичным открытием для могилючан. Яны, конечно, не могут охопливать всю гисторию Могилёва. Гэта хочет таки намёк на то, что наша гистория была славутой, и как у людей появился ожидание, ее и зацекаются. Я считаю, что это очень удобно. Совершая поездку, можно узнать много о происхождении нашего города Могилёва, также о событиях исторических, какие происходили у нас интересные. Ролики для громадского транспорта агучвау и рыхтывау у эфир коллектив Рады Могилёв. Для его удел в этом проекте стал не только часткой повседённой працы. Я могу сказать, что я, допустим, больше половины тех сюжетов исторических, которые там описываются, я их не знала. То есть мне было интересно еще их узнать и мне самой. Могилючане проекта ценили, кажуть факты цикавые. Жартують, что теперь главное не заслухаться и не проехать свой прыпынок. Что-то новое узнаешь, это, я думаю, нужно. Познавательно очень. Это будет очень полезно для жителей нашего города. Люди должны знать свою историю. И дети, и взрослые. И должны гордиться историей своего города. Грандиозный, яскравый, видовишный фейерверк убачить Могилючане и гости города подчас светкования 750-ти годзе областного центра. Подобного яше не было не только у Могилёве, а и у Беларуси запеунили угар ваконками. Юбилейный фейерверк – это подарунок Могилёву от китайской провинции Хунань. Китайский бок берет на себя и доставок установок, и навод персонал, який будет монтировать и запускать фейерверк. Сё лето салютные установки разместят на пляцу цыкаля парка аттракционов. Город Могилёв, руководство города Могилёва, сегодня ведёт очень плотную работу с китайскими партнёрами. Китайские партнёры на сегодняшний момент анонсировали подарок города Могилёва в виде салюта к Дню города. Амаль Шатыры десятки годов. Йон просвятил одной организации. За весь час николи не шкодавал об этом. Тут Йон знайшов свою жёнку, тут же в училися и его сыны. Виктор Васильевич Баррейка, ветеран ДСААФ, на сустрече саздимочной группой взялился к истории своего життя и тем, каким Йон бачить ДСААФ в будущем. С детства Виктор Васильевич Маррю завязать свой лёс с военной справой. Однако не одразу отримался. Хлопец пошёл в армию, а когда вернулся, життё само пропонувало Вариянт. Життя не так сложилось, что ДСААФ – это полувоенная организация. Здесь военное направление, тогда было, но и сейчас есть. Так что я не жалею, что я здесь остался, связал судьбу свою здесь с ДСААФом. Больше за 30 год Виктор Васильевич просвятил ДСААФ минаэта педагогичной дейности, узгадывая, как завоевывал повагу у таких же юнаков, які только приходили в учиться. Было и весело, и складано. Однако и до этого часу Виктор Баррейка работу с детьми и молоддю лечить самая цикавая. Говорят, что молодёжь сейчас вот такая. Я бы не сказал. Все ребята такие хорошие, поговорить можно с ними. Да, грамотные, сейчас компьютеры, всё, раньше не было такого. Но всё равно находишь общий язык и с ними вливаешься в это, как молодой. Зараз Виктор Васильевич изменил педагогичную деянность и працюй инженером по Ахове-Праце. Але свою работу по раннейшему любить, кажется, самое цикавое и у всех запрошая на занятки. У нас аэроклуб есть, ракетно-модельный спорт, ракеты делают, запускают, самолёты модельный спорт, самолёты стрелковые стреляют, пневматическое оружие стрелковое. С какого возраста? У нас возраст не ограничен, значит, но где-то уже, где-то первый класс, второй, уже ребятки такие идут. Родители приводят, занимаемся, так сказать. Родители довольны, потому что дети при деле. Ах, это самое головное, каже Виктор Васильевич, и жадая, как любимая организация только поширала свою деянность. Для себя здоровье и работать. Вот это вот. Человек, когда работает, и то тогда у него всё есть. Алена Милюшчанкова, Виталь Вопсев, Новины региона. Ашистская водоёма упачалась в Могилёвской области. Водолазная служба досконала доследуя дно рек и озёров. Такая работа будет проведена не только у акваториях пляжа, а и на усих без выключения водных объектов Могилёва. Навод там, где купаться заборонено. Роман Казутин робит по 10 опусканий за измену. В его работе головная увага и беспека. На березе водолаза обовязково страхуя вратовальник. Нарыште, всё готово, можно отправляться на пошук. Трофея долго чекать не пришлось. Водолаз вертается на берег у сягох Велин Прас-15. Нечекана и незразумела, чым перешкоди у комусти бак для смеття. Есть над чем работать, я бы так сказал. Потому что всё зависит от культуры людей. Если мы сами, как говорится, не будем мусорить, то, может быть, и мусора когда-нибудь станет меньше. После зимы и весенней поводки на дни рек и озёров примножается без лишь речо, у господром яких колистей был человек. Разбитые бутыльки, арматура, шины, навод холодильники. Как достать всю смеття из воды, доследовать приходится кожный метр. Работы стольки, что усякое опускание приносит улов. Вот и гэтый водолаз выходит с воды не с пустыми руками. Знаходка больше, чем унушальная. Каждый год находим много интересного. И телевизоры, и машинки стиральные, и даже швейные бывают попадаются. Зимой рыбаки приходят на лёд ловить. Тоже лунок насверлил, где-то перекусывают, банку консервную кинул, бутылочку выпил туда же. Водолазы чистят водоёмы что год. Особливо это важно перед открытием купального сезона. Акваторы пляжа не повинны обрастать сметтем. Небеспечно это ни для плывцов, ни для природного сяродзя. Однако, когда мерковать по находкам, на ведвельнике зона отпочинка, разумеется, это не зауседы. А в субботу Могилёв принимает один из этапов Кубка Краины Патриатлоня. С поборницей отбудутся у Пячерским лесопарку. Отповедно, у взрослых отбудутся и некольки стартов. На дистанцию выйдут дорослые, а так само юниоры. Чекается коля 70-ю дельников. У рамках Кубка они так само разыграют и чемпионат краины. И на приконце выпуска про надвор, я саправдного тепла, пакуль не чекается. Говорутся областным гидрометиецентры. У четвер-пятницу характер на дворье не изменится. У середнем дённые температуры будут вагаться от 17 до 22 градусов тепла. Короткочасовые дожжи так само застаются у прогнозе. Тому не забывайте парасоны. А в субботу, навод похолодая, максимальные дённые температуры прогнозуются у межах 15-20 градусов. Чекаются дожжи. Але протяглые такая ситуация не будет, завирают синоптики. До речи, для гэты декады мая у целом надворье характерное. Что до рекордов месяца, то пакуль яны побиты два разы. Так, по минимальных температурах рекордсменками стали ночи 10 и 12 мая, коли слубки термометров зафиксовали минус 3 и 3 градусы. Ну, а самыми, так бы мовить, спякотными пакуль были 6 и 23 мая, калі было плюс 23 градусы тепла. А на гэтым пакуль ўсё я з вами развітуюся. До сустрэчы, заставайціся з нами. Субтитры подогнали Симон.